Добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем жарить необычный для нас гриб, чешучетку золотистую. Мы в свое время не могли ее никак получить на стол, потому что иногда... Ну, найдешь 2-3 гриба, да, и крайне редко. Да, редко встречалось раз. Когда встречалось, много было других грибов. А этот год уникальный, грибов нет, поэтому пришлось и это. И плюс еще появились запросы зрителей, что вот расскажите, как это вот выглядит, как это, что это и так далее. Ну, и еще, наверное, мы вот сформулировали четко мысль, что нам надо найти чешучетку золотистую. Вот это уникально, конечно. Лес всегда дает то, что просишь. Да, задача поставлена, пришли, опа, вот оно, одно дерево. И их надо бы получше. Раз. И второе дерево, уже такие красивые, замечательные. Хорошо. Они красивые и замечательные, конечно, но дело в том, что все время дождик. Да. И поэтому вот они такие, видите, мокрые, сразу-то вроде ничего еще на дереве, а пока донесли под дождем. Ага, хорошо, только расскажи, как оно. Ага, вот она такая довольно плотная и мясистая. И сверху она покрыта чешуйками, но редкими. А то, что цвет золотистый, на самом деле золотистый. Или желтый. Ну, с ржавыми пятнами. А чешуйки темные. И их часто много видно. Да, да, да. Ага, вот здесь хорошо заметны чешуйки. Ну, а здесь уже столько дождей, что смылось. Вот. А пластинки сначала светло-желтые, самые маленькие, у самых маленьких чешуйки. А потом вот они такие вот глинистые, цвет ржаво-коричневого. Так, хорошо. Ну, вот я сейчас их хочу почистить и помыть, а то уж больно к ним всего поналипло. Не знаю, я решила готовить их, вот как написано о Марии Сергеевой, вот в этой книжке. Очень хорошая, кстати, книжка. Так, так, так. Она сама художник. Ага. И много всяких грибов рисует. Грибы 250 видов съедобных, ядовитых и лечебных. Очень хорошо написано. Да, и что интересно, у неё по-человечески написано, а ещё рядом идёт научное описание. Да. Вот, поэтому как-то так вот. Ну, хорошо читается. Потом там есть некоторые виды, которых нет даже в самых таких подробных. Ну, кстати, вот и чешуйчетки золотистые. Тут она пишет, чтобы найти её. Да ладно. В общем, она пишет, что можно... Видите, у неё просто написано и... И статьи, да. Да это я уже тут подписывала всякое. Чешуйчетки. Да, вот... Вот золотистая. Да. И у неё пишется, что её можно, эту чешуйчетку золотистую, без предварительного отваривания жарить. Вот. Чем она отличается от других чешуйчеток? Так что у неё нет вот этого противного фолиотового запаха. У других есть. Да. Ну вот, а у этого нет. Попробуем вот сегодня жарить без отваривания. Ну, кстати, Фёдоров, книжкой которой мы постоянно пользуемся, он предлагает всё-таки отваривать. Чешуйчетку. Ну, наверное, будем действовать. Ну, доверимся Сергеевой. Да. Хорошо. Более экстремально. Наша задача попробовать и посмотреть, насколько она вкусна и интересна. Ну, мякоть жёлтая. Мякоть, ну-ка, зайка посмотрим. Так. Хорошо. Это я разрезаю, чтобы посмотреть, не термивые ли они. Ну, да, да, да. Кто их знает? С червяками нам не надо. Ножки я не хочу класть, потому что они что-то такие жестковатые ножки. Хотя, в общем-то, жарят и ножки, но мне кажется, вот они какие-то такие волокнисто-жёлтые, жёсткие. Вот это что-то мне не нравится. Вот, видишь, как? Да. Точится она такая. Да. Ну, мы сейчас их вот посмотрим. Хорошо. Значит, мы сейчас чистим. И моем. Вот, моем, потом порежем и будем жарить. Ну, всё, пока. Пока всё. Делаем. Так, ну что? Ну что, помыли грибочки. Грибы помыли. Так. Почистили, помыли. Сейчас будем резать. И мы жарим. Вот, кроме немножко растительного масла, ничего не кладём. Да. Ну, для того, чтобы как-то чище был эксперимент. Мы когда-то пожарили с луком на сосуде или сказали, что это неправильно. А вы вкус гриба там, можете не понять. Но используем только чуть-чуть соли. Ну да, без соли это уже вообще нет. Ну и совсем уж без масла чуть-чуть-то помазать надо сковородку, иначе всё пригорит. Ну это раз, а потом это будет не жарено. Я хочу обратить внимание ещё на то, что мы показали грибы, вот как мы принесли из леса, а не в помытом виде. Дело в том, что бывает такое, что нам присылают фотографии, мол, скажите, что за гриб. А он промыт. Помыли и порезали. Он промыт, порезан, обрезан. И может нет. В таком состоянии гриб очень тяжело определяется. Для определения гриб должен быть натуральный. Да, он должен вот как принесли. Причём у меня вот ножки сейчас отрезаны. С ножками, с корнем вырванные. Да. Ну некоторые эстетствуют, говорят, что это некрасиво. Но, извините, Илюшка, затаяли определить гриб. Дело в том, что вот это примыкание ножки к земле иногда очень информативно и очень важно. И поэтому, когда мы гриб обрезаем, то мы теряем признаки вот эти специфические. И вообще не понять даже иногда, что за гриб. Да. Обрезан, ножки отстрижены, вымыт весь. Ну, трудно разобраться, конечно. Хорошо. Ну ты сейчас давай так дальше. Ну я сейчас порежу. Не будем смотреть, как ты. Да, и сразу скручу сковороду, пока нагреется. Хорошо. Так, ну что. Грибочки порезали. Всё, порезали. Да, масло разогрелось. Масло немножечко совсем. Ну, сейчас высыплем на сковородку. И начнется процесс. Ну, сок-то. Окрашен спорами в коричневый цвет. Ну вот, процесс пошел, как говорится. Чуть-чуть поджарится, так можно и соли будет добавить. Пока пускай воду вытопят из себя. Так, ну сколько жарить-то будем? Ну, до готовности. Обычно грибы жарят минут 20-25. Ну, вот так и будем. Я думаю, эту фолиоту ауривеллу тоже будем так же жарить. Кстати, латинское название. Как говоришь? Фолиота ауривелла. Ауривелла. Да. Вот так вот. То ли аура, то ли ревелла. Все, понятно. Хорошо. Ну все, будем жарить. Так, ну что, прошло 5 минут. Чего мы видим? Ага. Ну она, во-первых, стала по-настоящему золотистой. Золотистого цвета. Я думала, что она коричневее там ли. А она наоборот, приобрела более золотистый цвет. Красивый. Красивый. Дала сок. Ну, сок, естественно, появился. Вот. Ну ладно. Ну, дело в том, что пора уж солить, наверное. Думаешь? Да. Посолим немножко. Прям на пятой минуте? А что? Чуть-то надо. Она уже стоппустила. Все нормально. Кстати, вы можете посмотреть, как она растет на дереве. У нас есть после каждого фильма ссылки. И вот там будет ссылка на фильм, который рассказывает именно о том, как золотистая чешуйка четко растет на дереве. Да. Плюс в сайте есть. Вот. А на сайте там большая статья. И с фотографиями много. С подробным, подробным фоторассказом. Да. Где она находится. Как она растет. Как и так далее. Все подробности. Ножки, шляпки и пластинок тоже есть. Да. Вот. А вот фильм, видео про эту золотистую на дереве, вот мы тоже сняли. Когда сняли фильм, их срезали. И вот сейчас мы их вот жарим. Так что... Хорошо. Ну, ладненько. На самом деле золотистые пыль жарится дальше. Процесс пройдет дальше. Так, ну что, прошло 15 минут. Так. Что мы тут видим? Во-первых, сироп попробуем, как там с солью. А, давай. Дела обстоят. Ну, сироп коричневатый. Да. Ну, кстати, нормальный вкус. Ага. Чуть-чуть добавить солью. Да? Вот так вот. Так, 15 минут. Ну, еще 5 минут. Ну, во-вторых, просто посмотрим, как они. На ощупь-то. Ага. Да. Ну, я думаю, минут 5 еще пожарим, да и хватит. В сиропе-то есть этот, вот, фолиот, фолиот есть? Нет. Нету. Нету. Вот тут вот. Да и сама какая-то такая золотистая. Он, скорее всего. Остается этот цвет. Угу. Желтый, красивый. Были уже сами грибы-то все насквозь промокшие. Так ливни каждый день. Да. И, может быть, когда они сухие, так, может, еще желтее будут. Угу. Посмотрим. Ну, немножко еще пожарим. Можно будет теперь включать вот эту чешуйчатку в свой рацион. Рис. В сбор. Да, хорошо. Ладно, ждем еще. Итак, прошло 22 минуты. Ты прям, как это, в спорте. Как в аптеке, да. И как в спорте. Что у нас есть? Ну, по-моему, пора выключать. Да, хорошо смотрится. Смотрится хорошо. Пусочки чай. Стельные. Угу. Цвет такой. Вот. Я думаю, это чем еще вызвано? Что если бы ее отварить, то тогда она бы, все споры остались бы в отваре. В отваре, да. А-а-а. И она бы тогда осталась бы полностью, осталась бы полностью желтой. Ну, вот. А вещь мы, когда бросили, она была желтая. А теперь вот... Как она в воде была. Да, сироп, когда испарился, эти споры попали вот теперь на саму ягоду. Хорошо. Ну что, давай пробовать. Давай пробовать. Угу. Потом не надо забывать, что она была вся сырая. Ну, это ладно. Такая. Может быть, она, если бы была как-то сухая, то, может, пожелтее была бы тогда. Хорошо. Ну, вот такие грибочки. Будем пробовать. Угу. Ну, на вид они вполне приличные. Не распались на кусочки. Все нормально. Отдельными вот такими грибочками. Вернее, кусочками грибов. Да. Так, хорошо. Ну что? Да, на выражение лица хочешь посмотреть, да? Да, и на нее тоже. Ну, давай. Пахнут вкусно. Вкусно. Грибами. Нормально вкусно. Грибами. То есть не чешуйчаткой? Нет, нет. Вот как чешуйчатка чешуйчатая, все-таки дает запах. Так. Ага. Ну, что я могу сказать. Во-первых, такая довольно тверденькая. Угу. То ли надо ее, может, сварить, то ли дольше пожарить. То ли хорошо это, что они хрустят. А, то есть хрусткость некая, да? Я не знаю, да. Вот есть какая-то хрусткость. Хорошо. Теперь, что касается вкуса, нормальный грибной вкус. Чем-то напомнила мне колпак кольчатый. О, ясно. Нормальный грибной вкус. Я-то больше всего боялся, что будет вот эта флотность. Нет, ее совсем нет. Нет. Ну, это самое главное. Ну, это самое главное. Замечательно. Угу. Все, значит... Ну, вполне реально. Хорошо. Собирать, ее собирать и жарить. Так. Ну-ка, теперь я немножко... Давай, попробуем. Мое выражение лица. Видно не будет. Вот это будет слышно. Угу. Ну, как оно. Да. Хрусткость такая. Вот. 22 минуты жарки, хрусткость осталась. Это интересно. Это хорошо или плохо, я не знаю. Ну, а почему нет-то? Не знаю. Ты любит же в соленых грибах, вот, чтобы они хрустели, как огурцы, типа такого. Нормальный гриб. Слушай, нормальный, вполне съедобный, вкусный даже гриб. Да, хорошо. А мы сюда ведь ничего не клали. Да. А если еще? А если лук, сметану, там, предположим, перец, добавляют всякие другие вещи. Так, хорошо. Какой вывод? Вывод такой, что, скорее всего, ее и называют королевским опенком. Да. Вот это действительно по-королевски. Во-первых, замечательный вкус. Да, вполне. Потрясающий внешний вид. Вот она была какой-то период вообще золотая. Просто вот очень красиво все. Крупная, с прекрасным вкусом. Вот я бы именно вот ее бы и назвал королевским. Ну. И причем и размеры-то у нее какие. То есть опенок-то это опенок, а эту взял так ого-го. Ну, опята тоже, конечно, разные бывают, но они-то потом тоненькие становятся. Это такая мясистая, крупная, крепкая, очень хорошая на вид. Чешучетка. Значит, сейчас, после этой дегустации, при сборе... Да, будем брать. Ну, все. Ладно-ка. Так что приятного аппетита. Приятного аппетита. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...